В июле этого года в Гомель пришел национальный проект «Карта Гостя». Ольга Валерьевна, расскажите о его концепции. Да, действительно, Гомель, облтурист, стал официальным представителем проекта «Карта Гостя». Основная концепция данного проекта направлена на то, чтобы привлечь в Республику Беларусь зарубежных туристов. Ну и, конечно же, продвигать белорусскую культуру на мировом рынке. Значит, данная «Карта Гостя» включает в себя более 700 объектов. Это музеи, парки, аквапарки, зоопарки, кафе, бары, рестораны, гостиницы, пункты проката велосипедов и так далее. В рамках Гомельского региона таких объектов на сегодняшний день, которые включены в проект «Карта Гостя», более 80. И работа по включению постоянно продолжается. Другими словами, чтобы было более понятно нам, зрителям, нам, туристам, это некая дисконтная программа для тех, кто приезжает в регион? Существует несколько видов и форматов карт. Это VIP-карта, бизнес-карта, премиум-карта, люкс и эконом-карта. Ну, я для примера могу вам продемонстрировать карту «Гостя» эконом-класса. В чем ее суть? Значит, срок действия 12 месяцев. На протяжении 12 месяцев вы можете посещать в рамках Республики Беларусь те музеи, парки, зоопарки, которые включены в данный проект по скидкам. Где узнать о тех объектах, которые включены в список? Перечень тех объектов и размер скидки вы можете всегда посмотреть на сайте minskpass.by. Потому что размер скидки, он тоже варьируется от 10 до 50%. Размер скидок на кафе, бары, рестораны, гостиницы составляет от 5 до 20%. Тоже конкретно по той либо иной гостинице, по той либо иной точке питания вы можете тоже всегда на сайте в свободном доступе обратиться и посмотреть. Говоря про затраты на карту, уверен, многие спросят, насколько это финансово выгодно? Смотрите, стоимость карт варьируется в зависимости от наполняемости ее от 9 до 69 белорусских рублей. То есть, как говорится, на любой вкус и кошелек карта имеется. И в целом, любая карта, если вы планируете посещать несколько объектов, она будет вам рентабельна. И вы после посещения 5-7 музеев Республики Беларусь, ту сумму, которую вы заплатили за карту, в принципе, себе вернете. И в завершение интервью, Ольга Валерьевна, какие объекты сегодня пользуются наибольшим спросом здесь, в Гомельской области, у зарубежных, возможно, в том числе и у местных туристов? Ну, говоря о городе, ключевая точка – это дворцово-парковый ансамбль. Все туристы отмечают его неповторимость, его внешний вид и, конечно же, наш несравненный парк. Если мы будем двигаться на ветку, это музей старообрядчества, где собрана уникальная коллекция икон и рукописных книг. Красный берег – это уже мы движемся с вами на Жлобинский район, Туровщина, Национальный парк Припятский и так далее. То есть каждый турист, как зарубежный, так и местный, найдет для себя тот объект в Гомеле или Гомельской области, который привлечет его внимание. Позвольте мне в завершении нашего с вами такого приятного разговора подарить вам данную карту. Я знаю, что вы очень любите путешествовать, и я думаю, что с данной картой ваши путешествия расширят. Спасибо за приятный бонус. Ну а вам успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо.